Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Бружковский Глава пятая Краткое содержание Александровская сынно-каторжная тюрьма Общие камеры Кандальные Золотая ручка Отхожие места Майдан Каторжные работы в Александровске Прислуга Мастерские В Александровской сынно-каторжной тюрьме Я был вскоре после приезда Лучшая характеристика русских тюрем вообще Сделана Муравьевым в его статье «Наши тюрьмы и тюремный вопрос» Русский вестник, 1878 год, книга 4 О сибирских тюрьмах, послуживших прототипом для сахалинских Смотри исследование Максимова «Сибирь и каторга» Это большой четырехугольный двор, огороженный шестью деревянными бараками казарменного типа и забором между ними Борота всегда открыты и около них ходит часовой Двор чисто подметен На нем нигде не видно ни камней, ни мусора, ни отбросов, ни луж от помоев Эта примерная чистота производит хорошее впечатление Двери у всех корпусов открыты настиж Я вхожу в одну из дверей Небольшой коридор Направо и налево двери, ведущие в общие камеры Над дверями черные дощечки с белыми надписями Казарма номер такой-то Кубического содержания воздуха столько-то Помещается каторжных столько-то Прямо в тупике коридора тоже дверь, ведущая в небольшую коморку Здесь два политических В расстегнутых жилетках и в черках на босую ногу Торопливо мнут перину, набитую соломой На подоконнике книжка и кусок черного хлеба Сопровождающий меня начальник округа объясняет мне, что этим двум арестантам было разрешено жить вне тюрьмы Но они, не желая отличаться от других каторжных, не воспользовались этим разрешением «Смирно, встать!» Раздается крик надзирателя Входим в камеру Помещение на вид просторное, вместимостью около двухсот кубических сажен Много света, окна открыты Стены некрашенные, занозистые, с паклею между бревен Белы, одни только голландские печи Пол деревянный, некрашенный, совершенно сухой А вдоль всей камеры посередине ее тянется одна сплошная нара Со скатом на обе стороны Так что каторжные спят в два ряда Причем головы одного ряда обращены головам другого Места для каторжных не нумерованные Ничем не отделены одно от другого И потому на нарах можно поместить 70 человек и 170 Постелей совсем нет Спят на жестком Или подстилают под себя старые драные мешки Свою одежду и всякое гнилье Чрезвычайно непривлекательное на вид На нарах лежат шапки, обувь, кусочки хлеба, пустые бутылки из-под молока Заткнутые бумажкой или тряпочкой Сапожные колодки Под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь Около нар прогуливается сытая кошка На стенах одежда, котелки, инструменты На полках чайники, хлеб, ящики с чем-то На Сахалине свободные при входе в камеры не снимают шапок Эта вежливость обязательно только для ссыльных Мы в шапках ходим около нар А арестанты стоят руки по швам и молча глядят на нас Мы тоже молчим и глядим на них И похоже на то, как будто мы пришли покупать их Мы идем дальше, в другие камеры И здесь та же ужасная нищета Которой так же трудно спрятаться под лохмотьями Как мухи под увеличительным стеклом Та же сарайная жизнь в полном смысле нигилистическая Отрицающая собственность, одиночество, удобство, покойный сон Арестанты, живущие в Александровской тюрьме, пользуются относительной свободой Они не носят кандалов, могут выходить из тюрьмы в продолжение дня, куда угодно, без конвоя Не соблюдают однообразия в одежде, а носят, что придется, судя по погоде и работе Подследственные, недавно возвращенные из бегов и временно арестованные по какому-то случаю Сидят под замком в особом корпусе, который называется кандальной Самая употребительная угроза на Сахалине такая Я посажу тебя в кандальную Вход в это страшное место стерегут надзиратели И один из них рапортует нам, что в кандальной все обстоит благополучно Гремит висячий замок Громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквария И мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается человек двадцать недавно возвращенных сбегов Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками Одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать Все они отощали и словно облезли, но глядят бодро Постелей нет, спят на голых нарах В углу стоит парашка Каждый может совершать свои естественные надобности не иначе, как в присутствии двадцати свидетелей Один просит, чтобы его отпустили и клянется, что уже больше не будет бегать Другой просит, чтобы сняли с него кандалы Третий жалуется, что ему дают мало хлеба Есть камеры, где сидит подвое и потрое Есть одиночные Тут встречается немало интересных людей Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн Золотая ручка Осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом На руках у нее кандалы На нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью Она ходит по своей камере из угла в угол И кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке И выражение лица у нее мышиное Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков Как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы на вольной квартире Она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений Убили лавочника Никитина, украли у поселенца еврея Юрковского 56 тысяч Во всех этих преступлениях золотая ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или пособница Местная следственная власть запутала ее и самое себя такой густой проболокой всяких неосообразностей и ошибок Что и сделая ее решительно ничего нельзя понять Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов О кухне, где при мне готовился обед для девятисад человек, о провизии и о том, как едят арестанты, я буду говорить в особой главе Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении В деревнях отхожих мест совсем нет В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы И что население тюрем и администрация легко мирились с этим В 1872 году на Каре, как писал господин Власов в своем отчете, при одной из казарм совсем не было отхожего места И преступники выводились для естественной надобности на площадь И это делалось не по желанию каждого из них, а в то время, когда собиралось несколько человек И таких примеров я мог бы привести сотню В Александровской тюрьме отхожее место, обыкновенная выгребная яма, помещается в тюремном дворе в отдельной пристройке между казармами Видно, что при устройстве его прежде всего старались, чтобы оно обошлось, возможно, дешевле Но все-таки сравнительно с прошлым намечается значительный прогресс По крайней мере, оно не возбуждает отвращения Помещение холодное и вентилируется деревянными трубами Стоячаки устроены вдоль стен На них нельзя стоять, а можно только сидеть И это, главным образом, спасает здесь отхожее место от грязи и сырости Дурной запах есть, но незначительный Маскируемый обычными снадобьями, вроде дегтя и карболки Отперто отхожее место не только днем, но и ночью И эта простая мера делает ненужными параши Последнее ставится теперь только в кандальной Около тюрьмы есть колодец, и по нему можно судить о высоте почвенной воды Вследствие особого строения здешней почвы Почвенная вода даже на кладбище, которое расположено на горе у моря Стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы, наполовину заполненные водою Почва около тюрьмы и во всем посту дренирована канавами Но недостаточно глубокими, и от сырости тюрьма совсем не обеспечена В хорошую теплую погоду, которая здесь бывает нечасто, тюрьма вентилируется превосходно Окна и двери открываются настежь, и арестанты большую часть дня проводят на дворе или далеко вне тюрьмы Зимой же и в дурную погоду, то есть в среднем почти 10 месяцев в году, приходится довольствоваться только форточками и печами Лиственничный и еловый лес, из которого сделаны тюрьма и ее фундамент, представляет хорошую естественную вентиляцию, но ненадежную Вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих изнутри В порох дерева скопляется вода, которая зимою замерзает Тюрьма вентилируется слабо, а между тем на каждого ее обитателя приходится немного воздуха У меня в дневнике записано Казарма номер 9 Кубического содержания воздуха 187 сажений Помещается каторжных 65 Это в летнее время, когда ночуют в тюрьме только половина всех каторжных А вот цифры из медицинского отчета за 1888 год Кубическая вместимость арестантских помещений в Александровской тюрьме – 970 сажений Числилось арестантов Наибольшее – 1950 Наименьшее – 1623 Среднее годовое – 1785 Помещалось на ночлег – 740 Приходилось на одного человека воздуха – 1,31 сажений Наименьшее скопление каторжных в тюрьме бывает в летние месяцы Когда они командируются в округ на дорожные и полевые работы И наибольшее – осенью Когда они возвращаются с работ и доброволец привозит новую партию в 400-500 человек Которые живут в Александровской тюрьме впредь до распределения их по остальным тюрьмам Значит, меньше всего воздуха приходится на каждого арестанта именно в то время, когда вентиляция бывает наименее действительна С работ, производимых чаще в ненастную погоду, каторжный возвращается в тюрьму на ночлег в промокшем платье и в грязной обуви Просушиться ему негде Часть одежды развешивает около нар Другую, не дав ей просохнуть, подстилает под себя вместо постели Тлуп его издает запах овчины Обувь пахнет кожей и дегтем Его белье, пропитанное насквозь кожными отделениями Непросушенное и давно не мытое Перемешанное со старыми мешками и гниющими обносками Его портянки с удушливым запахом пота Сам он, давно не бывший в бане, полный вшей Курищий дешевый табак, постоянно страдающий метеоризмом Его хлеб, мясо, соленая рыба, которую он часто вялит тут же в тюрьме Крошки, кусочки, косточки, остатки щей в котелке Клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах Все это делает казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым Он насыщается водяными парами до крайней степени Так что во время сильных морозов окна к утру покрываются изнутри слоем льда И в казарме становится темно Сероводород, аммиачные и всякие другие соединения Мешаются в воздухе с водяными парами И происходит то самое, от чего, по словам надзирателей, душу воротит При системе общих камер соблюдение чистоты в тюрьме невозможно И гигиена никогда не выйдет здесь из той тесной рамки, какую ограничили для нее сахалинский климат и рабочая обстановка каторжного И какими бы благими намерениями ни была проникнута администрация, она будет бессильна и никогда не избавиться от нареканий Надо или признать общие камеры уже отжившими и заменить их жилищами иного типа, что уже отчасти делается, так как многие каторжные живут не в тюрьме, а в избах Или же мириться с нечистотой, как с неизбежным, необходимым злом И измерение испорченного воздуха кубическими сажениями предоставить тем, кто в гигиене видит одну только пустую формальность В пользу системы общих камер, я думаю, едва ли можно сказать что-нибудь хорошее Люди, живущие в тюремной общей камере, это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности А шайка, освобождающая их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету Приказывать каторжному, чтобы он не приносил на ногах грязи и навоза, не плевал бы на пол и не разводил клопов – дело невозможное Если в камере вонь и нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто Я спрашиваю каторжного, бывшего почетного гражданина, почему вы так неопрятны? Он мне отвечает, потому что моя опрятность была бы здесь бесполезна И в самом деле, какую цену может иметь для каторжного собственная его чистоплотность, если завтра приведут новую партию и положат с ним бок о бок соседа, от которого ползут во все стороны насекомые и идет удушливый запах? Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считает для него обязательным все сторонники исправительных целей Свирепая картежная игра с разрешением подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, хлопанье дверями, а вкандальный звон оков, продолжающийся всю ночь, мешают утомленному рабочему спать, раздражают его, что, конечно, не остается без дурного влияния на его питание и психику Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно уже признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом Она отучает его мало-помалу от домовитости, то есть того самого качества, которое нужно беречь в каторжном больше всего, так как по выходе из тюрьмы он становится самостоятельным членом колонии, где с первого же дня требуют от него на основании закона и под угрозой наказания, чтобы он был хорошим хозяином и добрым семьянином В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество Последнее находит здесь выражение в так называемых майданах, перешедших сюда из Сибири Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей каторжных право монопольной торговли в казарме И если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год Майданщик, то есть хозяин майдана, официально называется парашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камеры параши, если они есть, и следить за чистотой На наре его обыкновенно стоит сундучок аршинов полтора, зеленый или коричневый Около него и под ним разложены кусочки с сахару, белые хлебцы, величину из кулак, папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки Пачка из 9-10 папирос стоит 1 копейку, белая булочка 2 копейки, бутылка молока 8-10, кусочек с сахару 2 копейки Продажа производится на наличные, в долг и в обмен на вещи Майдан продает также водку, карты, свечные агарки для игры в ночное время, это негласно, карты дает и на прокат Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, которое распространяет свое влияние далеко за пределы тюрьмы Майдан – это игорный дом, маленькая Монте-Карло, развивающая в Аристанте заразительную страсть к штоссу и другим азартным играм Около Майдана и карт непременно ютится, всегда готовая к услугам ростовщичества, жестокое и неумолимое Тюремные ростовщики берут под 10% в день и даже за один час Не выкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ростовщика Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселения, где не оставляют своей прибыльной деятельности И поэтому нечего удивляться, что на Сахалине есть поселенцы, у которых можно украсть 56 тысяч Летом 1890 года в бытность Маюна Сахалине при Александровской тюрьме числилось более 2000 каторжных Но в тюрьме жило только около 900 Вот цифры, взятые на удачу В начале лета, 3 мая 1890 года, довольствовалась из котла и ночевала в тюрьме 1279 В конце лета, 29 сентября, 675 человек Что касается каторжных работ, производимых в самом Александровске, то здесь приходится наблюдать главным образом строительные и всякие хозяйственные работы Возведение новых построек, ремонт старых, содержание на городской манер улиц, площадей и прочего Самыми тяжкими считаются плотницкие работы Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу И в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельщика Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в делу, каторжный должен притащить из леса А рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста Летом люди, запряженные в бревно, в пол, оршина и толще, а в длину, в несколько сажен, производят тяжелое впечатление Выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа Зимой же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и даже часто замерзают, не дотащив бревна до поста Для администрации плотницкие работы представляются тоже нелегкими, потому что людей, способных на систематический труд, на Сахалине вообще мало И недостаток работников явление здесь обычное, хотя каторжные считаются тысячами Генерал Кананович говорил мне, что затевать здесь новые постройки и строиться очень трудно, людей нет Если достаточно плотников, то некому таскать бревна Если людей ушлют за бревнами, то не хватает плотников К нелегким работам относятся здесь также обязанности дровотасков, которые каждый день рубят дрова, заготовляют их и под утро, когда еще все спят, топят печи Чтобы судить о степени напряженности труда, об его тяжести, нужно брать во внимание не одну только затрачиваемую на него мышечную силу, но также условия места и особенности труда, зависящие от этих условий Сильные морозы зимою и сырость в течение всего года в Александровске ставят чернорабочего в положение иной раз едва выносимое, какого он при той же работе, например, при обыкновенной рубке дров, не испытал бы в России Закон ограничивает труд каторжного урочным положением, приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду Урочное положение для строительных работ, высочайше утвержденное 17 апреля 1869 года, Петербург, 1887 год По этому положению при определении на разного рода работы принимаются в основании физические силы рабочего, степень навыка к работе Положение определяет также число рабочих часов в день, сообразно временам года и полосам России Сахалин отнесен к средней полосе России Максимум рабочих часов – 12,5 в сутки – приходится на май, июнь и июль, а минимум – 7 часов – на декабрь и январь Закон же предоставляет разное облегчение каторжным разрядам исправляющихся Но практика поневоле не всегда сообразуется с законом именно в силу местных условий и особенностей труда Нельзя же ведь определить, сколько часов каторжный должен тащить бревно во время метели Нельзя освободить его от ночных работ, когда последние необходимы Нельзя ведь по закону освободить исправляющегося от работы в праздник Если он, например, работает в угольной яме вместе с испытуемым, так как тогда пришлось бы освободить обоих и прекратить работу Часто от того, что работами заведуют люди некомпетентные, неспособные и неловкие, затрачивается на работы больше напряжения, чем бы следовало Например, нагрузка и выгрузка пароходов, не требующие в России от рабочего исключительного напряжения сил В Александровске часто предоставляется для людей истинным мучением Особенной команды, подготовленной и выученной специально для работ на море, нет Каждый раз берутся все новые люди, оттого случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок На пароходе бронятся, выходят из себя, а внизу, на баржах, бьющихся, а пароход стоят и лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни, а около барж плавают утерянные весла Благодаря этому работа затягивается, время пропадает даром и люди терпят ненужные мучения Однажды, во время выгрузки парохода, я слышал, как смотритель тюрьмы сказал, у меня люди целый день не ели Немало каторжного труда затрачивается на удовлетворение потребностей тюрьмы В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и тому подобное Каторжным трудом пользуются также военное и телеграфное ведомства, землемер Около 50 человек прикомандировано к тюремному лазарету, неизвестно в качестве, кого и для чего И не сочтешь тех, которые находятся в услужении у господ чиновников Каждый чиновник, даже состоящий в чине канцелярского служителя, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги Доктор, у которого я квартировал, живший сам друг с сыном, имел повара, дворника, кухарку и горничную Для младшего тюремного врача это очень роскошно У одного смотрителя тюрьмы было 8 человек штатной прислуги Швея, сапожник, горничная, лакей, он же рассыльный, нянька, прачка, повар, поломойка Вопрос о прислуге на Сахалине Обидный и грустный вопрос, как, вероятно, везде на каторге И не новый В своем кратком очерке «Неустройств, существующих на каторге» Власов писал, что в 1871 году, когда он прибыл на остров, его прежде всего поразило то обстоятельство, что каторжные с разрешения бывшего генерал-губернатора составляют прислугу начальника и офицеров Женщины, по его словам, раздавались в услуги лицам управления, не исключая и холостых надзирателей В 1872 году генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников запретил отдачу преступников в послужение Но это запрещение, имеющее силу законы и до настоящего времени, обходится самым бесцеремонным образом Калежский регистратор записывает на себя полдюжины прислуги, и когда отправляется на пикник, то посылает вперед с провизией десяток каторжных Начальники острова, господа Гинца и Кононович, боролись с этим злом, но недостаточно энергично По крайней мере, я нашел только три приказа, относящихся к вопросу о прислуге, и таких, которые человек заинтересован и мог широко толковать в свою пользу Генерал Гинца, как бы в отмену генерал-губернаторского предписания, разрешил в 1885 году, приказ номер 95, чиновникам брать себе в прислуги Сыль на каторжных женщин с платой по 2 рубля в месяц, и чтобы деньги были обращаемы в казну Генерал-губернаторский регистратор Генерал-губернаторский регистратор Канонович в 1888 году отменил приказ своего предшественника, определив Сыль на каторжных, как мужчин, так и женщин, в прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не взыскивать А так как казенные здания и службы при них не могут оставаться без надзора и без удовлетворения То каждому таковому зданию, разрешая назначать потребное число мужчин и женщин, показывая их по наряду по этим назначениям Как сторожей, дровотасков, поломоек и прочим, смотря по потребности Приказ номер 276 Но так как казенные здания и службы при них в громадном большинстве составляют не что иное, как квартиры чиновников То этот приказ понимается как разрешение иметь каторжную прислугу и при том бесплатную Во всяком случае, в 1890 году, когда я был на Сахалине, все чиновники, даже не имеющие никакого отношения к тюремному ведомству Например, начальник почтовой телеграфной конторы Пользовались каторжными для своего домашнего обихода в самых широких размерах Причем жалования они этой прислуги не оплатили и кормилась она насчет казны Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание Это не каторга, а крепостничество Так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания Он не ссыльно каторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека Умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но не способного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы Отдача же в услужение каторжных женщин, кроме всего этого, имеет еще свои специальные неудобства Не говоря уже о том, что в среде подневольных фавориты и содержанки вносят всегда струю чего-то подлого В высшей степени унизительного для человеческого достоинства, они в частности совершенно коверкают дисциплину Мне один из священников рассказывал, что бывали случаи на Сахалине, когда женщина свободного состояния или солдат, будучи в прислугах, должны были при известных обстоятельствах убирать и выносить после каторжной Власов в своем отчете пишет Такое странное отношение лиц, офицера, каторжной в качестве его любовницы и солдата в роли ее кучера, не может не вызвать удивления и сожаления Говорят, что это зло допускается только ввиду невозможности иметь прислугу из лиц свободного состояния Но это неправда Во-первых, возможно ограничить количество прислуги Ведь находят же возможного офицера иметь только по одному денщику Во-вторых, чиновники здесь, на Сахалине, получают хорошие жалования и могут нанимать себе прислугу из среды поселенцев, крестьян, исцельных и женщин свободного состояния Которые в большинстве случаев нуждаются и потому не отказались бы от заработка Мысль эта приходила, вероятно, и начальству Так как есть приказ, в котором одной поселке, как неспособной к земледельческому труду, разрешалось приобретать средства к существованию наймом в прислуге у господ чиновников Приказ номер 44 1889 года То, что в Александровске с важностью зовется заводскую промышленностью, с внешней стороны обставлено красиво и шумно Но не имеет пока серьезного значения В литейной мастерской, которую заведует механик-самоучка, я видел колокола, вагонные и тачечные колеса, ручную мельницу, машинку для ажурной работы, краны, приборы для печей и тому подобное Но все это производит игрушечное впечатление Вещи прекрасные, но ведь сбыта нет никакого А для местных надобностей было бы выгоднее приобретать их на материке или в Одессе, чем заводить свои локомобили и целый штат платных рабочих Конечно, не было бы жаль никаких затрат, если бы мастерские здесь были школами, где каторжные учились бы мастерством На самом же деле в литейной и слесарной работают не каторжные, а опытные мастера-поселенцы, состоящие на положении младших надзирателей с жалованием по 18 рублей в месяц Здесь слишком заметно увлечение вещью Гремят колеса и молот, и свистят локомобили только во имя качества вещи, избытые Коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию А между тем, на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь своею ближайшую и отдаленную целью только одно Исправление преступника И здешние мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не краны А полезных людей и хорошо подготовленных мастеров Паровая мельница, лесопильня и кузница содержатся в отличном порядке Люди работают весело потому, вероятно, что сознают производительность труда Но и здесь работают главным образом специалисты, которые уже на родине были мельниками, кузнецами и прочее А не те, которые, живя на родине, не умели работать, ничего не знали и теперь больше, чем кто-либо, нуждаются в мельницах и кузницах Где бы их обучили и поставили на ноги Мельница и слесарная находятся в одном здании и получают приводы от двух локомобилей В мельнице четыре постава с размолом в 1500 пудов в день А в лесопильне работает старый локомобиль, привезенный сюда еще князем Шаховским Его топят опилками В кузнице производится работа день и ночь В две смены Работает шесть горнов Всего занято в мастерской 105 человек Каторжные в Александровске занимаются также добычей угля Но это дело едва ли будет иметь когда-нибудь успех Уголь из местных копий гораздо хуже дуйского Он грязнее на вид и смешан со сланцем Обходится он здесь недешево Так как в шахтах работает постоянный штат рабочих под наблюдением особого горного инженера Существование местных копий не вызывается необходимостью Так как до Дуэ недалеко И оттуда во всякое время можно получать превосходный уголь Открыты они, впрочем, с добрую целью Дать в будущем заработок поселенцам Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание 2 Том 15 Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 год Продолжение следует... Продолжение следует...